О, ты что делаешь? Пилю. Да не надо пилить ее. Дров-то там хватает. На. Ладно, не надо. Не надо, не надо. Все, давай, с Богом, пили там. У меня ночует тут. Это оставил брат второй. Свою вязанку. Машину. А тут третий ночует. Ох, как они. Вот это да, сугробы. Только за этот раз выше роста человеческого набузило. Вот, окно даже не видать. Но окно такое всякое. И вот на уровне головы. Держу. Вот это вот, что белое, это выше головы. Ну вот, видно, где машина. По машине смотреть. Ну и сейчас исключительно. Такая зима снежная. Ого. Вот это да. Там Никита убирает большой лопатой. Вот как. Как хорошо сейчас на доме. Всегда еще. Вот она какая. Смотри. Какой толщины. Ты только лопатой жерть не заденешь. Сразу лопата сломается. Вон как. Ну, все. Зима на исход. 23 февраля сегодня. Это явно, что уже к концу идет. А тут две рогульки ставят, чтобы к нам машина не заезжала. Вон, полиция приехала. А что она там, полиция приехала. Вон там, видать я. Ну. Что привяжутся, скажи, что снимаешь. Уйти надо оттуда. Вот тут береза. Там мне вот дома. Два дома дали. Я судился 11 лет, что у меня конфисковали. После реабилитации. И все, выиграл процесс. Это наш двор. Вот мои хозяева. Вон, полиция приехала. То ли с дедом что-то там или что. Я сейчас полезу наверх, сверху там их попытаюсь снять. Вот они меня уже не тронут. Стрелять поди не будут. Все они. Они хорошие. Ой. Вот. По лестнице я лезу. Голубям сейчас уже поздно. Ну, явно дело, что уже окна-то смотри как. Вот я тут залез. Отсюда. Вон машину вижу. Это Никита Колесников. Кидает снег. Я залез маленько не до верха. Побоялся. Ну, Володя тут кидает. Время-то уже почти 6 часов вечера. Ну, а 22 марта будет равноденствие. Еще месяц и день будет рай ночи. Вот. Вот это четверг. Масленицы. Вот так. Чего же они там приехали? Еще. Вот я тут со своей лестницей издалека. Они меня не видят даже. Вот у меня жизнь такой полиция. Сколько бы раз к ним не обращался. И всегда помогают. Мою квартиру там заняли. Старая, брошенная. Ничего не сделал. Только зашел, сказал. Поехали на машине. Они тут же приехали. С автоматами все разобрали. Здесь тоже машину кто-то в двор поставили. Не успел обернуться. Уже машина подъехала. Убрать машину. Но мешает нам в двор заезжать. Я ничего нигде не опровергаю. Как вот нам говорили. Там в Швеции там плохо. Ну, в Дании. Мы были, а с нами все хорошо обошлось. Почему молитва? Все молятся. Я сегодня у сестры Татьяны был. Мыться к ней хожу. Это старшая сестра. И у меня на столе лежат бумажки. Там написано. За кого молиться. И я записан в числе болеющих. Я говорю, ты что делаешь? Ты где видела болеешь? Так потому и не болеешь, что записали. Ничего себе. Я потому и не болею. Ну, может быть и так. Вот как, что значит? Радуйтесь с радующимися. Плащи с плащущимися. Сейчас Виктор Андреевич был. Тут привозил сестру в храме убирать. Надежду Андреевну. Ну, и сказала. Звонила мать Сергея Козлова парализованного. Мне привет передавала. Ну, я ему написал. Он температура 40. Две недели держится. Я не могу высказать. Ну, такая потеря в лице Сергея. А как парализованный лежит? Считай, что полтрупа. Да больше полтрупа. А вот не ощущаешь ничего. Столько в нем жизни. Столько здоровой реакции на любое событие. Вот Бог дал же талант. Такой ли он был бы, когда не парализованный. И он представил, что его нету больше. Ну, пустота остается в том месте. Вряд ли кто когда тут займет его место. Он как страж был. Когда не посмотришь, он все в эфире. Поехала полиция. Все. Ну, и слава Богу. А это у нас такая елка тут. Ой, шикарная. Вот в небе самолеты летают. Вот сосед рядом. Там у него дымок горит. Почему? Потому что что-то не выключил. Сгорел дом соседний. Там крыша. Сосед все. Он тот уже сделал старик. Вот он дом его. А этот еще не стал делать. На крыше сорняк вырос. Он в бане живет. И все. Приходят товарищи. Выпейте. Собрались бы вместе. Да построили. В бане живет. И топит печку. Вот так. Все в человеке. Как один из героев Льва Толстого говорит. Все в тобе. Все в тобе. Ну и все. Слава Богу. Голубям не полезу. Они рано ложатся спать. Как курицы. Слава Богу. Спасибо.